Привет в этом ролике. Одна из самых больших загадок современной астрофизики. Быстрые радиовсплески теперь на прослушке. Это сигналы неизвестного происхождения и их поймали рекордно много за короткий срок. Мощнее ГЭС в 440 тысяч раз, но размером с ноготь физики разожгли топливо для термоядерной реакции и подошли вплотную к запуску процесса с помощью лазеров. Древнее дерево из мантии протянулось от ядра к поверхности земли и порождает вулканы там, где их быть не должно. Исследователи получили первые данные о загадочной структуре. И это новый выпуск Пушки, рубрики про новые научные загадки, открытия, изобретения и идеи, которые заставляют задуматься, вдохновляют или просто поднимают настроение. Как вы уже поняли, в заголовке лишь одна из новостей. Между ними легко переключаться вот здесь. И последнее. Спасибо вам за поддержку на ютубе с помощью этой кнопки и на патреоне. Особая благодарность. Дмитрий Орлов, Павел Новиков, Сергей Дмитриев, Дебагер Фриман, Павел Дунаев, Сергей Чапаев, Алексей Леонов, Роман Шостаков, Джан Кай, Олег Жин, Ленар Хуснулин, Михаил Зайцев, Андрей Кезиков, Евгений Дар, Артем Первушин, Антон Полгунов, Павел Борский, Александр Кошуков, Светлана Забегаева и Серега Ка. И всем, кого не упомянул. Начинаем. В науке бывает так, что новые данные не приближают к разгадке, а вызывают только больше вопросов. Астрофизики зафиксировали рекордное количество быстрых радиовсплесков, одного из самых загадочных явлений во Вселенной. Из неизвестного источника, который находится далеко за пределами нашей галактики, за полтора месяца до нас долетело 1652 радиосигнала. В какие-то моменты доходило до 122 сигналов в час. Хотя раньше, если удавалось поймать хотя бы несколько, это уже было счастьем. Ведь это всегда было крайне редким явлением. Быстрые радиовсплески открыли совсем недавно, в 2007 году, но до сих пор мы не знаем, что именно генерируют эти сигналы. И что еще интереснее, как. Во многом, потому что никак не удается увидеть, что там происходит в другом измерении, то есть в другом спектральном диапазоне. Как объясняет астрофизик Сергей Попов, один из ведущих следователей таких всплесков в России, нечто подобное астрономы уже проходили, когда открыли другие загадочные космические сигналы. Гамма-всплески. Это было в конце 60-х годов прошлого века. В разгар холодной войны и ядерной гонки, когда взрывается атомная бомба, тоже происходит всплеск гамма-излучения. Тогда, до открытия, думали, что только у нас на Земле и по этой причине такое бывает. Поэтому запускали вот такие спутники-шпионы. Это американские Вэла. И каково было удивление, когда поймали первую же вспышку, и она была вовсе не с Земли, а откуда-то из космоса. Стали запускать новые спутники, чтобы разобраться получше, ловили уже сотни сигналов в год. Но даже откуда прилетало, было совершенно не видно. Непонятно, может сигнал рядом из Солнечной системы, а может в миллиардах световых лет от нас. Словом, 30 лет гамма-всплески оставались загадкой, которая мучила всех, кто исследовал космос или интересовался им. Было много идей, как объяснить. Самое ненаучное, что не мешало ее народной популярности, это мы, наконец, получили сигнал от развитой инопланетной цивилизации. Такая идея тогда не казалась такой уж наивной. Знаменитый фильм «Контакт» Роберта Зимеккеса, он же снял «Назад в будущее», сделан по роману астронома Карла Сагана. В рейтинге НАСА фильм занимает второе место среди самых достоверных научно-фантастических кинопроизведений. И там героиня ловит именно радиосигнал искусственного происхождения, а не гамма. Книга с фильмом передает дух того времени, первооткрывателей и первопроходцев в космосе, когда казалось, возможно, все. Так вот, в 90-е, наконец, удалось увидеть очередную загадочную гамма-вспышку не только в гамма-диапазоне, а еще и в рентгеновском. Оба телескопа были на одном спутнике, и они смотрели в одну сторону. Только так смогли выяснить, наконец, точные координаты источника. Им оказалась вспышка сверхновой, а вовсе не инопланетная цивилизация. Загадка решена. Но ничего подобного с быстрыми радиовсплесками. После открытия в седьмом году много лет не удавалось поймать хотя бы еще один подобный. А первый сигнал выглядел так, с полых на графике. Но видите еще и этот график? Он показывает, сколько вещества было на пути у сигнала. Чем выше частота, тем быстрее сигнал проходит сквозь различные преграды. Облака газа и пыли, например. Получается вспышка здесь, как будто в замедленной съемке. Из-за преград она до наших приборов дошла как бы размазанной во времени почти на полсекунды, хотя само событие изначально заняло около одной миллисекунды. Это означает, что все случилось очень далеко за пределами нашей галактики. И то, что породило такой сигнал, затратило на его генерацию энергии, равную 10 миллиардам светимости Солнца за одну миллисекунду. Такое даже представить себе сложно. Сергей Попов в одной из своих лекций, ссылка в описании, уточняет. Вот эта вся астрономическая мощь уместилась в радиодиапазоне. Ничего подобного никогда мы не встречали ни на Земле, ни в космосе. Гамма-всплески были куда понятнее, даже когда были загадкой. Ведь при взрыве той же атомной бомбы много энергии уходит в гамма-излучение и почти совсем ничего в радио. Так что загадка быстрых радиовсплесков стала одной из самых поразительных и волнующих в исследованиях космоса с начала нашего века. В таком случае, может, все-таки это инопланетяне, как в романе Сагана и фильме Зимекиса. Сергей Попов на этот счет любит шутить. Если так, то это делает очень высокоразвитая и очень неразумная цивилизация. Потому что делать такую ерунду, 10 миллиардов светимости солнца, просто все в народ, это как-то перебор. Но после первого пойманного сигнала много лет ни одного всплеска. Появились сомнения, а не ошибка ли это часом? Хуже того, в обсерватории Паркса, где сделали изначальное открытие, к тому времени стали замечать другие похожие радиосигналы. И была у них своя очень странная закономерность, которая явно указывала, что они искусственного происхождения. Возникали они только в рабочие часы или по выходным. Ученые думали, что самолеты или молнии случались в небе на пути, куда направлена тарелка радиотелескопа. Сделали новую, особо продвинутую систему мониторинга помех. И нет ни лайнера и ни грозы. Это было крайне важно, потому что могло оказаться, что открытые радиовсплески — лишь технический призрак. Шум наших приборов, которые мы приняли за грандиозный космический феномен. Мучительные поиски источника этих странных сигналов привели к неожиданному ответу. Виноваты были нетерпеливые ученые, которые очень хотели скорее поесть. Если открыть микроволновку до того, как она становится сама, то наружу, в момент распахивания дверцы, вырвется немного радиоволн. И это проблема, только если телескоп в это время будет смотреть в ту же сторону, какую они полетят. Это явление назвали перитонами в честь мифических оленей с крыльями, придуманных писателем Хархея Луисом Борхесом. И когда все это выяснилось, смогли проверить, что же с исходными данными, тем быстрым радиовсплеском. Он оказался иным по ряду параметров. А значит, все-таки это реальное событие, а не шум от микроволновок голодных ученых. И вот в 2013 году ловят еще 4 миллисекундные вспышки. Становится ясно, что их на самом деле очень много. Несколько тысяч в день по всему небу. Тогда-то уже с целым набором данных за полноценное научное объяснение взялись теоретики. Появилось около 20 гипотез, что же такое порождает эти всплески. И все предложения были описаны в научных статьях, а не за чашкой кофе или в чатике. Это и слияние белых карликов, и массивные нейтронные звезды, даже вспышки на обычных звездах, проявления сверхновых и многое другое. Кому интересно подробнее про каждую из гипотез, лучше посмотрите вот эту полноценную большую лекцию ученого. Но до сих пор мы все еще получали слишком мало данных. Быстрые радиосплески оставались для наших приборов очень редким явлением. Мы научились даже фиксировать повторные сигналы от одного и того же источника. Но очень много остается одиночных вспышек. Их источники больше не давали о себе знать. Или мы просто упускали что-то. А значит у нас не было возможности выявить периодичность всплесков, предсказать один из следующих и уже прицельно его со всех приборов поймать и рассмотреть. Не только в радио, но и, что самое важное, в рентгеновском спектре. Чего до сих пор пока не удавалось. Но когда получится, мы и эту загадку решим. Так вот, новое исследование, которое поймало рекордно много радиовсплесков, это проверка возможностей нового телескопа и новые данные. Этот телескоп называется FAST. Его построили китайцы. Его рефлектор — это огромное блюдо для ловли излучений 500 метров в диаметре. С его помощью ученые заодно охотятся за темной материи, след за эволюцией галактик и звезд, изучает планеты за пределами Солнечной системы. И заодно теперь он помогает собрать намного больше данных о загадочных быстрых радиовсплесках, чем раньше удавалось другим обсерваториям. Так у нас появились хорошие шансы еще в этом десятилетии раскрыть тайну мощнейших сигналов из глубин космоса. Бывает и так, что исследования уже почти похоронили, но в последний момент ученым удается удивить и коллег, и самих себя. Так команда, похоже, самого большого лазерного комплекса в мире сумела разогнать запал для термоядерного реактора до рекордной мощности. В цилиндре размером с ноготь за 100 триллионных долей секунды выделилась энергия в 440 тысяч раз больше, чем за это же время вырабатывает крупнейшее ГЭС в мире — 1,3 мегаджоуля. Получилась вспышка мощностью 10 квадриллионов ватт. И это еще один шаг к тому, чтобы человечество навсегда забыло о проблемах с энергией, если, конечно, решим кучу сложных научных и технических задач, чтобы получить полноценный термояд. Одна из них — это как зажечь топливо, чтобы началась устойчивая реакция термоядерного синтеза. Напомню, в атомных реакторах используется энергия распада. Радиоактивное топливо делает это само по себе и выделяет энергию в виде тепла. Сравнительно просто. Но в термоядерном реакторе, наоборот, надо заставить элементы, например, водород, слиться. Только тогда они выделят очень много энергии. Это процесс, который происходит внутри звезд, и на Земле его очень сложно воспроизвести. Сейчас есть два основных конкурирующих метода. Магнитное удержание плазмы — это знаменитые такамаки, бублики, внутри которых плазма постепенно раскаляется до десятков сотен миллионов градусов, и ядра водорода начинают сталкиваться. Это давно пробуют в лабораториях и собираются делать на знаменитом ИТЭР, который станет самым большим бубликом термояда в мире. Но ученые, про которых сегодня новость, пробуют альтернативный подход. Он называется инерциальный термоядерный синтез. Давайте нагреем топливо так, что в нем будет астрономическое давление и реакция пойдет дальше сама. И тут нужна самая мощная в мире зажигалка. Так построили огромный комплекс в Ливермольдской национальной лаборатории. Это чудо инженерной мысли, конечно. В центре камера размером с три футбольных поля. В центре камеры цилиндры из золота размером 9 на 5 миллиметров. Внутри цилиндра таблетка с изотопами водорода, дейтерия и трития. И газ. Все, что нужно сделать, это нагреть цилиндр внутри, чтобы в таблетке начался термоядерный синтез, а значит требуется огромнейшее количество энергии. Так что на крошечный цилиндр направляет энергию суммарно почти двух сотен мощнейших лазеров. Это анимация самих ученых. Пучки нагревает внутренности цилиндра и бум. Вот этот бум и была та самая вспышка. Таблетка за сто триллионных долей секунды выделила почти 70% энергии от той, что пришлось потратить на ее разогрев. То есть мы все еще тратим больше, чем получаем. Тогда в чем же победа? А в том, что в прошлый раз удалось получить меньше одного процента. А теперь уже подбираемся к 100. Это настоящий прорыв технологии. Иронично, что еще 9 лет назад этот реактор собирались признать провальным проектом. В Нью-Йорк Таймс выходила разгромная статья, на что идут наши деньги. Но ученым с инженерами власти все равно дали время исправить ошибки, ну не зря же тратили столько денег на стройку. И ученые придумали решение получше и заставили махину выдавать еще никем в мире не достигнутый результат. Иногда работа над ошибками важнее, чем создание чего-то нового с нуля. Это сегодня особенно хорошо понимают в IT. Так появилась профессия инженер по тестированию и осваивать ее лучше с теми, кто достиг успеха в образовании и IT. Это Skyeng, лидер в индустрии Эдтеха. Он запустил свой онлайн-университет SkyPro. Там делают ставку на знания и навыки, которые сегодня ценятся на рынке труда, выше всего. Они создали новый курс «Инженер по тестированию». Это специалист, который проверяет сайты, приложения и алгоритмы, чтобы в них не было багов. Все работает гладко и без висаний, как и задумано. Спасибо этому человеку, что редкость – это универсальная профессия, и она востребована в разных областях, и IT в том числе, и обучиться ей можно без знаний программирования и математики. По этой профессии вы сможете работать в удаленном режиме. По цинкам SkyPro в первый год зарплата будет стартовать от 60 тысяч рублей, а через два года достигнет 150 тысяч и выше. В курсе 11 модулей. Занятия проходят по 4 часа в неделю. Все, разумеется, онлайн, поэтому заниматься можно откуда угодно. Выбирайте удобное время, и график обучения будет подстраиваться под ваши реалии. Выпускники получают диплом, выданный по государственной лицензии. И, конечно, в SkyPro вам будут помогать найти работу, даже удаленную по новой специальности. Для зрителей SciOne дополнительная скидка – 10% по промокоду SciOne. Узнайте подробнее о новом курсе и других профессиях в SkyPro. И переходите по ссылке, я оставил ее под роликом. Много загадок и у нас под ногами. Многие из нас привыкли считать, где-то с 5-6 класса школы, когда проходит строение Земли, что вулканы возникают там, где сходятся литосферные плиты. И это логично. Что может быть не так? Вот же оно – великое и ужасное Тихоокеанское огненное кольцо. Цепочка вулканов, больших и малых, на суше и под водой, тысячи километров – от Камчатки до Антарктиды. Росыпь огнедышащих гор и по другую сторону океана – в Андах – самый высокий в мире активный, хоть и спящий вулкан – Охос-дель-Салада. В Мексике – Попукатепетль, вокруг которого очень густо заселено, оттуда всего полсотни километров до столицы. Словом, на это огненное кольцо приходится 3 четверти всех вулканов, что известно науке на нашей планете. И совсем не совпадение, что кольцо проходит точно там, где Тихоокеанская летосферная плита сходится с другими. Логично же, что через эти трещины из недр планеты пробиваются на поверхность раскаленные потоки магмы. Но как быть с феноменом Гавайев? Вот карта летосферных плит, а вот Гавайи. Они легли аккуратно посередине Тихоокеанской плиты, в самом спокойном месте, какое только можно придумать. Но откуда тогда там целый букет огнедышащих гор? И там же один из самых активных вулканов в мире – Килауэа. Из-за него Гавайи постоянно прибавляют в территории, а еще он очень красивый. Такие места стали называть горячими точками. Гавайи – лишь одна из них. Но во многих образуется отнюдь не один вулкан, а целые цепочки. Это означает, что там не просто какая-то лишняя неплановая дырка в плите. Нет, это означает, что плита в том месте должна быть по какой-то причине аномально тоньше, чем в других местах. На километры тоньше. Может, ее что-то изнутри истончает. Но что это может делать из самых недр планеты? Разгадать это ученые пытаются с середины прошлого века. Самой убедительной для многих исследователей стала теория геофизика Джейсона Моргана. Она все объясняет скрытыми под корой Земли редкими, но огромными фонтанами мантии, которые поднимаются от самого ядра планеты. Их называют мантийными плюмами. Вот только поток никуда не хлещет, а упирается точечно в ту или иную плиту. Под корой и так-то не холодно, но плюм горячее на пару-тройку сотен градусов и бьет стабильно в одном направлении. Из-за чего плита под ним может истончаться. В итоге мы получаем горячую точку с цепочкой вулканов посреди, казалось бы, надежного литосферного фундамента. Но до сих пор эта теория окончательно не принята, потому что у нас пока недостаточно подтверждений. Единственная возможность хоть как-то заглянуть внутрь Земли и убедиться или опровергнуть идею плюмов, это собрать максимально подробную карту любых землетрясений, а если говорить точнее, сейсмических событий в этих районах. Каждый подземный толчок как бы просвечивает внутренности планеты, какую-то их часть. С помощью сейсмических волн ученые в каком-то смысле видят, как устроена кора и мантия здесь или там. Но проблема в том, что это огромные расстояния, и картина мы получаем лишь самую общую, как бы очень размытую. Это не устраивало исследователей, которые хотели рассмотреть таким способом, что же на самом деле кроется под одной из вулканических горячих точек на глубине у самого основания плюмов, то есть у ядра. А для этого надо заглянуть с помощью сейсмографии почти на 2800 км вглубь. И это, как вы понимаете, крайне трудно сделать. Как объясняет геолог Алексей Иванов, чтобы что-то увидеть на глубине почти 3000 км, надо разнести сеть из сейсмических датчиков на поверхности примерно на то же расстояние. На Гавайях это невероятно трудно сделать. Надводная часть гавайских вулканов, и современных, и остывших, в ширину доходит самое большое, чуть за 100 км, а в длину около 800 км. Поэтому выбрали менее яркое, но более удобное место, горячую точку в Индийском океане, Ри-Юньон. Там как раз можно разнести сеть из сейсмодатчиков на такой дистанции. Часть поставили на соседнем африканском побережье, часть на островах, там рядом Мадагаскар и другие, поменьше. А часть устройств погрузили прямо на дно океана. Получился нужный охват в 1000 км. Данные собирали и обрабатывали много лет, и выяснили то, что совсем не предполагали. Под горячей точкой Ри-Юньон не фонтан и даже не столб потока мантии, бьющий от самого ядра, а дерево лавы. Вот 3D-модель, полученная на основе данных. Поток, поднимаясь от ядра вверх, как ствол, дальше ветвится и образуются потоки поменьше. Они разбиваются на ветви еще меньше, и так до самой коры. Геофизики считают, что это дерево мантийного плюма росло и усложнялось медленно, миллиарды лет, то есть с самого младенчества Земли. А еще недавно, по меркам планеты, 65 миллионов лет назад, в этом районе происходили не жалкие извержения, а целые наводнения из лавы, которые накрыли, по оценкам ученых, сотни тысяч квадратных километров. Следы тех событий — диканские трапы. На этой карте Индии они фиолетовые, вулканические отложения толщиной до 2000 метров. Как видите, они разлились на тысячу километров. Что с этим всем делать? Разбираться дальше. Мы получили очень важное уточнение о структуре одной из горячих точек, и она оказалась намного сложнее, чем описывали все наши модели до сих пор. Теперь нужно еще больше данных, чтобы мы поняли, что же происходит в недрах под другими горячими точками. И тогда мы можем научиться моделировать и предсказывать процессы в них, как уже что-то удается с землетрясениями. Ведь речь о невидимых процессах у нас под ногами, которые в любой момент могут навсегда изменить жизнь на нашей планете. Вот у динозавров за десятки миллионов лет так и не появилось ни астрономов, ни геофизиков, чтобы хоть как-то повлиять на свои шансы на выживание. У нас же есть наука, и я считаю глупо не использовать такой козырь. Здесь должен был бы появиться наконец бестиарий, моя любимая подрубрика пушки, где я рассказываю о новых исследованиях редких монстров или открытиях ранее неизвестных особенностей у привычных нам существ. Но у меня столько всего накопилось для вас интересного, что я решил попробовать вынести бестиарий в отдельную рубрику на канале. Если получится и вам понравится, продолжим. Так что подождите чуть-чуть, выйдет премьера почти сразу после этого ролика. А теперь к загадкам. Большая семья. Брауны недавно женились, хотят завести детей и обсуждают, сколько бы им родить. Мистер Браун хочет остановиться, как только будет двое мальчиков подряд. Миссис Браун готова остановиться, как только родится девочка, а за ней мальчик. Вопрос. Какая из этих стратегий приведет к тому, что прибавится как можно меньше новых членов семьи? Иными словами, когда начнут заводить детей, кто остановится раньше, следуя своему правилу? Мистер или Миссис Браун? Приятных мучений. Математик Алекс Белос в связи с этой загадкой рассказал интересную историю. Он как-то был на конференции, где собираются математики, которые занимаются профессионально созданием подобных головоломок. И вот один из спикеров представил там задачу, от которой гости чуть не поубивали друг друга. А звучала она даже слишком просто. У вас двое детей. Один из них мальчик, и он рожден во вторник. Так. Вопрос. Какова вероятность, что оба ваших ребенка мальчики? Белос в тот день позже отыскал автора и спросил, какой же правильный ответ. Тот сказал, дальше, если не хотите спойлера, промотайте. Итак, правильный ответ 13 к 27. Это поразило не меньше, чем сама задача. С автором спорили, его обвиняли в введении в заблуждение. Все бросились либо проверять, либо опровергать ответ своими решениями. На самом деле, эта загадка восходит к более старой, двойной задачке конца 50-х из журнала Scientific American. И вот как там это было. Первая половина. У мистера Смита двое детей. По крайней мере, один из них сын. Какова вероятность, что оба мальчики? И вторая половина. У мистера Джонса двое детей. Старший ребенок — это дочь. Какова вероятность, что оба ребенка девочки? Обе половины выглядят одинаковыми. За одной разницей. В первой есть уточнение. По крайней мере. И здесь это самое интересное. Ситуация мистера Джонса понятна и проста. Если старший ребенок — дочь, то второй ребенок, единственный, чей пол мы не знаем, младше. А значит, вероятность, что у мистера Джонса оба ребенка дочери — один к двум. А вот с мистером Смитом куда сложнее. Фразу «по крайней мере, один из детей — мальчик» нужно рассмотреть с точки зрения математики. То есть, либо один мальчик, либо другой мальчик. Или они оба мальчики. Теперь получается возможны три расклада. Мальчик и девочка, мальчик и мальчик, девочка и девочка. Так что вероятность, что у мистера Смита оба сына — один к трем. И это замечательно. Ответы обеих частей загадки похожи, но решается каждая совершенно по-другому. Что же касается вторника, попробуйте найти решение сами. Или почитайте его в ответах. Они вместе со ссылками на все материалы к этому ролику в Google Доке. Ссылка в описании под видео. С вами был Влад. Это Сайван. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин